здравствуйте дорогие друзья с вами татьяна башмакова канал ваша дача и сегодня я вам расскажу подробно про два способа выращивания питоми они оба успешные хорошие но в них есть очень большая разница расскажу для того чтобы мы могли выбрать для себя лучший то есть выделю все за и против для каждого способа первый способ он всем более известный это сеем питоми феврале в контейнеры непременно контейнер должен первое время иметь возможность накрываться какой-то крышкой или стеклышком контейнеры могут быть большие если у вас много семян могут быть маленькие абсолютно любые контейнеры и дальше пикируем посев должен быть где-то на расстоянии полтора-два сантиметра я сею когда много семян даже один сантиметр но вам этого не советую идеальный вариант 2 сантиметра расстояния и тогда вы легко по пикируйте пикировка происходит через 20-25 дней если семена хорошие свежие если семена плохо растут то можно одну подкормку делать до пикировки а вообще про подкормки удобрения питунь именно от самого начала и до вплоть до морозов когда они отцветают я в ближайшее время постараюсь снять видео потому что это самый задаваемый вопрос вернемся к способу пикировочку сделали стаканчик должен быть пикировку для пикировки не меньше 200 миллилитров ну если петуния кустовая то есть такие низкорослые сорта 15-20 сантиметров но можно стаканчик 180 миллилитров и такого стаканчика если вы посеяли в конце февраля хватит до высадки в конце мая даже если не получается в начале июня петунии прекрасно держатся в таких стаканчиках и дальше на постоянное место то есть способ идеальный проверенный все хорошо но при таком способе как бы есть лишние затраты затраты и света так как надо светить февраля и затраты времени на пикировку сейчас я вам расскажу про другой не менее эффективный способ второй способ в котором мы можем использовать эти же контейнеры единственное какие контейнеры не подходим ни для одного не до другого способа это когда он очень низкий то есть если в контейнере всего высота 3-4 сантиметра то он малова для петунии петунии много корней для второго способа мы сеем петунии позже середине в конце марта то есть уже на месяц позже мы выигрываем время и сеем их так чтобы их не нужно было пикировать они будут высаживаться с этих же контейнеров уже прямо в грунт проверяла много раз или в грунт или вазоны уже на постоянное место вот такой вот контейнер величина примерно с ладошечку можно посеять 5 семян села я 7 вырастает 7 но 2 вырастает не очень большими и корневая система у них не очень развитая они прекрасно вырастают хорошее растение но чтобы не переживать чтобы получить мощную мочалочку и хороший верх кто в такой контейнер надо посеять 5 семян то есть семена должны располагаться при втором способе то есть способ без пикировки на расстоянии не ближе 5 сантиметров друг от дружки петунии быстро развиваются и прекрасно без пикировки наращивать корневую систему единственное что надо чтобы контейнере земли было поначалу где-то три с половиной сантиметра а дальше ее можно было подсыпать тогда семя долей как бы заменить пикировку подкормки точно такие же абсолютно точно также подкармем отдельное видео с ним по подкормкам потому что это долгий процесс чем когда как тут рассказывать не буду и этот способ очень хорош так как он экономит время экономит силы экономит электроэнергию но у него есть некоторые недостатки когда петунии уже вырастут их необходимо высаживать на постоянное место погодные условия могут подвести при втором способе никак нельзя высаживать петунию при плохой погоде что такое плохая погода для петунии это холодно дожди хотя они холодостойкие но чтобы корням укорениться первое временем именно ухватиться за землю на начало саму должно проходить в тепле и желательно без дождей если в стаканчиках вы можете высаживать петунию в любую погоду она прекрасно примется со стакана она будет только рада чтобы ее высадили то при способе без пикировки конечно надо ждать хорошей погоды и в стаканчике еще что удобно если у вас нет возможности высадить я в основном выращив стаканчиках потому что я очень заняты нем много разных растений у меня часто просто нет возможности своевременно высадить рассаду стакане мы прекрасно его подкармливаем она может даже месяц простоять стакане если не было возможности или не сложилась погода конечно в контейнере сложнее корни больше переплетутся будет сложнее разделить немножко больше пострадает именно в при пересадке оба способа эффективны хороши петуния остается незаменимым цветком на участке никого не слушайте кто говорит петунии не надо сажать нет ни единого цветка который мог бы цвести настолько продолжительно хорошо без проблем просто надо подбирать сорта среди с изменившимися погодными условиями и надеюсь моё видео поможет вам определиться именно в ваших условиях какой способ для вас лучше если у вас возникают вопросы смотрите подробные видео о выращивании в петунии на каждой стадии пишите вопросы в комментариях с удовольствием отвечу делитесь своими наработками этом это будет всем интересно не только мне а я с вами на этом на сегодня прощаюсь кто еще не подписался подписывайтесь на канал оставайтесь нашим каналом и до новых встреч до новых встреч